Девушки отдыхают Ладно, на первом канале у нас в гостях сегодня очаровательная Ирина Лакшина. Доброе утро. Ирочка все аплодируют, приветствуют тебя. Доброе утро. Расскажи, что сегодня мы с твоей помощью на нашей светлой утренней, субботней кухне будем готовить? Мы сегодня будем готовить яблочный пирог. Да. Да, на геркулесовом корже, Иван. На геркулесовом корже. Да. Это интересно. Яблочный пирог на геркулесовом корже. Ну давай начинать. Давай, надо начинать с яблок. Давай мне дай какое-нибудь задание. Задание тебе яблоки чистить, и их надо разрезать на дольки и выложить вначале в форму. Скажи мне, она пригорает, нет? Нет. Эта форма, это самая лучшая форма. Жалко вот этого цвета, у нас еще есть такой коричневый классный. Нет, не надо, красный он позитивный. Красный позитивный. Красный позитивный. Покажи, как нужно чистить, и я буду следовать твоему примеру. Смотри. Так. Ну, так же, как всегда, ничего нового. Ничего нового? Нужно вычистить косточки. В общем-то, можно оставлять со шкуркой. Можно оставлять, ну, шкурку срезать. Кому как больше нравится. Как мы? Ну, ты мне скажи. Все равно. Давай оставим шкурку. Вообще, насколько я знаю, яблок, как, ну, если шкурки не будет, то, соответственно, не надо. Это будет нежнее. Нежнее, но если будет шкурка. Но шкурка, это полезно. В шкурке тоже есть полезные какие-то витамины. Так говорят. Да, конечно. И потом шкурка, мне кажется, она дает свой, а как нужно? Все вот так, да? Ты вырезал оттуда вот эти вот косточки. Да, я вырезаю косточки. Расскажи, пожалуйста, дорогая Яра, откуда рецепт этот пришел? Ты знаешь, я когда-то вычитала его в одной из поваренных книг, и он мне очень понравился, потому что он быстрый, легкий, и он не требует много времени. А часто ли ты, дорогая Ира, читаешь в своей жизни, у тебя биография, у тебя, ты снимаешься, семья, проекты, и все. И ты еще говоришь, что ты читаешь поваренные книги. Я не просто читаю, Ваня, я еще готовлю. Ты представляешь? Правда, не так часто, как мне хотелось бы, но на все семейные праздники всегда. Какое блюдо в вашей семье считается коронным блюдом Ирочки? Вот так называемое. Какое вот коронное блюдо в твоем исполнении? Все, что я готовлю. Без ложной скромности. Серьезно? Нет, абсолютно. У меня получается все. Без ложной скромности, можно сказать, что ты повариха от Бога. Ну, если что, я просто пропустил сразу много эпидетов. И столько комплиментов сразу. Рождена, чтобы варить. Вот так можно сказать. Ты знаешь, я надеюсь, что я рождена не только варить. Нет, безусловно. Ну, слушай, а вот и теперь ты их нарезаешь уже мельче. И все, вот сюда. Да, форму. Если не надо ее смазывать маслом, тогда нужно прямо сюда. Какие блюда твои коронные? Ну, конечно, все, но все равно какие-то же у тебя есть, особенно любимые. Ну, если я готовлю сладкое, я готовлю много. Дочь очень любит сладкое. Естественно, я не могу отказать ребенку в удовольствие. Когда мама готовит, редко. Мама готовит редко, но метко. Ты в такой прекрасной форме, а как же ты вот сладкая? Вань, природа. Природа, да? Нет, так получилось. Потому что у нас приходят тут иногда гости, которые говорят, нет, мы сладкой не едим, соленой не едим. Нет, Вань, я ем все. Мы едим проросшее зернышко, крылышки шмеля. Я и проросшие зернышки ем, и не только проросшие. Нет, крылышки шмеля, я не люблю. Это очень вкусно. Со сметаной. Нет, ты ел, да, пробовал, Вань? Готовил здесь? Ну, как готовил. Или ты там где-то готовил? Да нет, позвал одного шмеля. Так, мы все яблоки, да, я правильно понимаю, делаем? Ну, если что останется, мы съедим, они не пропадут. Да, это ты абсолютно правильный. Поделимся еще. Ну, хорошо, значит, у тебя есть прирожденное умение готовить. Есть тоже очень простой рецепт, который я люблю. Он называется, он никак не называется, он просто вкусный. Делается из коржей. Они раньше продавались, я их видела часто, вафельные коржи. Но сейчас их надо поискать. Берется вафельный корж? Сгущёнка. Это не низкокалорийный тортик, совсем, но очень вкусный. Вафельные коржи пропитываются сгущёнкой, но сгущёнка, она еще смешивается со сливочным маслом. Ваня, ты впал в задумчивость. Нет, я просто знаю такую диету одну. Да? Такие, действительно. Слушайте, ну, я понимаю, что это звучит страшно, наверное, для кого-то. Вообще же это звучит страшно, когда актриса об этом говорит. Обычно актрисы следят, говорят, я чаёк. Да? Нет. Я полтурочка на ночь легко. Да? Абсолютно. А как же так вот у тебя? Расскажи, у тебя есть способ какой-то. У меня никаких нет способов. Ты занимаешься в спортзале. Способ не один, у меня хорошая наследственность. Ваня хотела заниматься в спортзале, я даже купила клубную карту неоднократно, но посетила клуб за год всего раз в четыре. В результате я поняла, что я просто спонсор спортивного клуба, потому что картой обладаю, а ходить не хожу. Я правильно сделал, чтобы бросила грызки? Или мы из них хотели варить варенье? Ну, экономная хозяйка, наверное, бы не стала этого бросать, и она поступила бы таким же образом. Сварила варенье из огрызков. Ну, наверное. Нет. Но мы сегодня ликвидировали. Так, смотри, можно резать кусочки. Можно резать вот так, как ты мне предлагаешь, да? Я могу ли? Можно, ну, смотри, можно чуть-чуть помельче, потому что я их порезала большими дольками, яблоки крупные. Вот так вот, смотри? Чуть-чуть, да, да. Нет, нормально, абсолютно. Или еще меньше, ну, вот именно такими тонками. Знаешь, а шкурка просто получается красиво. Да, по-моему. Во-первых, это красиво. Да, по-моему, тоже. Ну, так вот, ну и что актеры? Собираются ли у вас в доме большие компании? А мы же знаем, когда актерские посиделки, что это? Это прежде всего юмор, гитара. И уже в самом конце, уже капустники, веселые рассказы, баки. И только в самом конце маленькая драка, крики «ты бездарность», я тебя еще поймаю на сцене. И сон. Вон из искусства. Вон из искусства. Сама вон. Ну, поскольку ты-то тоже из актерской семьи, ты-то знаешь, наверное, вот эти все замечательные, прекрасные посиделки. Сейчас происходит это все, продолжается? Нет, практически не происходит, очень редко, потому что, ну, нет такого времени, совершенно другой ритм жизни. И только очень узкий круг друзей. Ты знаешь, мне кажется, ты тоже понимаешь разницу между другом и просто знакомым, приятелем. Друзей их не так много, а настоящих друзей. Вообще нет. Их, ну, Ваня, не знаете. Подойди к другу. Как-то грустно. Знаешь, ты должен понять, есть ли у тебя настоящие друзья. Говоришь об этом. Попроси 15 тысяч долларов в долг. И нету друзей. Неправда. Есть? Неправда. Дайте мне. У меня есть друзья, но, ну, Ваня, это мои друзья. О, а скажи, а есть какие-то вот, вот, раз, поскольку... Простите, перебегу. Да, хватит, потому что я думаю, что даже надо будет отсюда немножечко отсыпать. Что мы с этим делаем? Мы разогреваем духовку? У нас духовка закрыта. А, да, давай разогреем. Она уже разогрета, 100. Чуть-чуть, можно чуть-чуть больше. 200. Ну, да. 200. Вот так, нормально. Просто он быстрее припечется. Что дальше? Дальше нам надо тесто начать делать. Как раз из геркулесового, так, в какую-нибудь из мисочек, я думаю, в этой же. В общем, у нас. И там где-то была такая мерная штучка. Мерная? А вот она, все, я ее нашла. Сколько нужно? Ну, где-то грамм 200, если нам не хватит, мы сделаем просто еще одну порцию. Ну, здесь где-то 200. Ну, вот смотри, мы насыпаем сюда. А, знаешь что? Надо масло растопить. Растопить масло? Да, сливочное масло. Сколько? Ну, можно растопить брусок, если останется, просто там надо на глаз. То есть ты не вку... не так, на глазок, да? Ну, на глазок. Ира, ну, тебе не жалко. Я знаю примерные пропорции. Знаешь, ну, в хозяйстве все равно ничего не пропадает. Могу ли я воспользоваться вот этой маленькой штучкой? Да, прекрасно. Может быть, все-таки половинку попробуем сначала? Ты понимаешь, надо потом будет залить этим мягким маслом смесь из геркулеса. И получается, например, такой консистенции, как пластилин. Нам надо, чтобы нам хватило теста, закрыть сверху вот эту форму. А потом у нас предстоит еще цирковой номер, нам будет перевернуть это все. Цирковой номер, нам предстоит. Ну, а от кого, как не от тебя? Я, друзья, между прочим, был ведущим проекта «Цирк со звездами», или он назывался уже «Цирк» в это время, когда Ира, хрупкая Ира, человек, который геркулес, он пересыпает. Мешает. Мешает. Свою голову впасть тигру. И пусть тигр был гораздо меньше Иры, все равно страшно. Как ты могла вообще? Я тогда не мог понять. Настоящая тигрица, да? Как звали тигрицу? Тигрица, ее звали Шакира. Она была очень красивая, такая полосатая, красавица. Красавица. И вот ты, ты долго вообще себя настраивала на это? Ну, это был какой-то, я не знаю, у меня не было ощущения опасности. Правда, я потом поняла. Я вижу в глаза Шакира, ощущение опасности было у нее. Ты знаешь, ты не видел глаза моей мамы, которая переживала в этот момент. Я видел глаза твоей мамы, мама была. Международно, конечно, страшно. Я потом только поняла вообще, что переживала мама в тот момент, когда она не знала, что будет происходить. Слушай, ну, потрясающе. И для нее, конечно, это было шоком. Мне наоборот, мне важно было тогда сделать номер, потому что мне было интересно. Я понимала, что я чувствовала опасность. Ты добавила сюда, Геркулес, что? Значит, я добавила, на самом деле, два раза по 200. Два раза по 200 Геркулеса. Итого здесь 400 грамм Геркулеса. Я добавила 200 грамм сахара. Чуть-чуть корицы. Кто-то любит корицу, кто-то не любит корицу. Ну, так, это у нас корица? Корица. Так. И дальше мы туда зальем растопленное масло. Как много? Достаточно много, да? Ну, посмотрим, так, чтобы тоже это было все в пределах разумного. Ир, просто поскольку, да, ну вот мы масло начинаем уже тропить. Ну, нам нужно, чтобы это все вот пропиталось здесь. Геркулес, сахар. Все. Да. Корица. Геркулес, сахар, корица. Дальше мы заливаем маслом. Дальше мы должны это все залепить в формочку. Залепить в формочку. Дальше мы будем взбивать белки. Взбивать белки. И это я делаю виртуозно. Я знаю, поэтому это ты будешь делать. Зря. Я так сообщил тебе об этом. Ну, хорошо. На всякий случай. Давай дотапливаем масло. У нас порезанные яблоки, зеленые. У нас, наверное, Антоновка самая лучшая бы, наверное, да? Но у нас не Антоновка, у нас такие... Да нет, любые. Нормально. Это неважно. Антоновка... Так, Геркулес у нас самый простой. Вместе с сахаром и с корицей перемешан. Я тебе оставляю топить масло. Друзья, короткая реклама на Первом канале, после которой мы возвращаемся. Вы узнаете, что щавель в переводе с сербского означает «Через секунду я с удовольствием вас обслужу». Зинеда Полна, срочно вызывайте милицию. Тань Кинчев вместе с рокерами зеркало в гардеробе разбили. Льюис Кэрол, Алиса в Зазеркалье. Дорогие друзья, Мак на Первом канале. У нас в гостях сегодня Ирина Лачина, с которой мы топим масло. Топим масло. Все? Подожди, надо вот это... Подожди секунду, я знаю, что тебе нужно. Что ты... Я хотел тебя проверить, действительно ли ты. Вот что нужно, и я это сделаю. Нет, ты бы сделала. Нет, не делай ты. Так, подожди, но у нас там еще есть немножко масла. Подожди, мы сейчас уберем чудо техники. Пока сюда чуть-чуть. Все, масло у нас... Растопилось. Так, аккуратненько. Ничего с миской не будет? Не до конца она расцопилась. С миской? Ничего, что ты. В них некоторые чугун отливают, в этих мисках. Так, все. Так. Дайте-ка сейчас. Все, 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 все. Ну подожди, аккуратно, не все масло туда. Еще? Нужно очень... Да, да, да. Мешай, мешай, мешай. Так, все должно быть вот таким вот, да? Да, еще. Пропитанным. Смотри-ка, ты права, масла нужно много. Пирог диетический, хороший. Ир, вот ты, конечно, понимаешь, ты издеваешься над зрителями. Тебе-то хоть бы что? Маслице, упаковку заточить. А нам что делать? Людям, для которых, понимаешь, ты конфетку съел, на весы встал и заплакал. Салатик. 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 Салатик, да. Просто яблочки печеные, без коржиков. Яблочки печеные. Иван, положите инструмент. Подожди, сейчас я возьму этот инструмент для того, чтобы все, нам масла больше не нужно? Нет, не нужно. Давай, хорошо. Понимаешь, это все по ходу. А могу я пока белочки-то взбить? Белочки взбить? Ну, хорошо, только аккуратно разбивай яйца, чтобы желток не попал. Постарайся. Сколько? Пять нужно яиц? Да, давай пять. Давай пять. Ну, давай пять, так пять. Ты знаешь, я по принципу лучше больше, чем меньше. Ваня. Подожди, спокойно. Ты до желтка его разрезал. Ты причем его поцелеку. Спокойно. Пожалуйста. Давай не будем только вот сейчас. Ванечка. Давай просто сейчас не будем ничего говорить. Давай. Под руку. Просто под руку. Ты же когда закладывала голову в пасть Шакири, я же ничего не говорил. Молчал, да. А мог ведь сказать. Шакир. Молчал, но молча поддерживал. Я это чувствовала. Да. Я же мог сказать, Шакира, на секунду рот закрой просто посмотрите. Я же ему и не говорил-то. Понимаешь? Поэтому и ты, моя дорогая, ничего, пожалуйста, прошу тебя. Не ты лихо управляешься с кинжалом. Так. Все четко. Лучший инструмент руки. Лучший. Смотри. Так. Значит, вот сверху выкладывается вот так тесто. Вот так. Получается тоненький кошек. Ванечка, слушай, ты можешь мне подсыпать немножко керкулеса сюда? Керкулесико сюда? Прямо отсюда. А смотри, да, очень промок. У меня руки просто в масле. Вот так, да, пока? Да. Еще? Да, да, еще чуть-чуть. Все, 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 все. Ваня, 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 Ваня. Подожди, тоже мне Ваня, Ваня. Ты видишь, Ваня занят. Ваня яйца бьет. Аккуратнее, Ваня. Ты понимаешь. Все. Молодец. Теперь, моя дорогая. Долго взбивать будешь? А ты так или миксером? Ты знаешь, попробую так, а не получится, так миксером буду пробовать. Я продолжаю. Я очень надеюсь, что нам хватит, нам не надо будет вторую порцию замешивать тесто. А откуда у тебя такие бицепсы, парень? Так взбивал яйца. Понимаешь? Оставайте у нас на флоте. Так, практически мы закрыли все яблоки. Сейчас мы это засунули в духовку. И уже все, то есть, а белок для чего? А белок мы потом должны будем перевернуть. Это тоже ты будешь делать. Ух ты мать сна. Я тебе расскажу, как. Сложность какая. У меня дома есть специальное приспособление, а здесь это ты. Приспособление. Так. Получилась пасочка. Вот. Ты знаешь, уже красиво. Да. Хорошо, ну что здесь? Мы в детстве так делали тоже куличи. Ага. Только мы песочек водой смачивали и математику вот так закрывали. Взбивай, взбивай. Они должны быть такие пышные. Я понял, взбитые. Я понял, да. Пышные. Дай я попробую. Нет, ну может быть, конечно, случится. Подожди. Подожди. А вы диктатор, Иван? Подождите, Ирина. Подождите, я вам не тигр. Так. Духовку просто мы открываем. Послушай, ты можешь на секунду остановить? Нет. Что? Скажи мне, вот это ставится на металл или на противень надо поставить? На решетку. И это ставится? Да. На капот автомобиля. Нет, мы это поставим. И включается двигатель. Я предлагаю поставить это вот сюда. Ты понимаешь, потом вот это сооружение я приготовила для того, чтобы потом перевернуть. Тогда на решетку. Давай сначала. Я просто это сделал для того, чтобы не остывала сразу духовка. Сейчас мы это сделаем тогда вот так. Это мы вот так. Слушай, потом надо вытащить и надо будет перевернуть. Сколько это должно там лежать? Ну, примерно минут... Минут 15, Ваня! Хорошо! Скажи мне, как ты там взбил. Откроем. А не надо ли на сахар туда добавить? Надо, надо, надо. Хорошо, ты именно на этом этапе. Давай. Он лучше растворится. Ой-ой-ой. Так. Раньше времени его нельзя добавлять. Согласен. Потому что белки опадут, Ваня. Давай, 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 давай. Все. Теперь мы это поставим в холодильник. Мы же взбили? Проверим? Ну, я надеюсь. Во. Отлично. Во. Ваня, 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 какой ты молодец. Люблю я это делать. Хорошо, все, значит, две ложки сахара, пять белков и мы это ставим в холодильник. Так. Ура. Ну, это пока еще. Мы закончили. Пока печется пирог, можно сделать еще что-нибудь сладенькое, чтобы не терять время. Ну-ка, и что ты предлагаешь? Я предлагаю сделать тоже очень быстрый десерт и вкусный. Чернослив с орехами и со сметаной. Чернослив с орехами и со сметаной? Да. Пожалуйста. Что нужно? Нужен чернослив без косточек. Перед вами. Вот он у нас лежит. Орехи. Орехи. Очень просто. Берем чернослив. Вот так вот его разрываем. Ну, не разрываем, а запихиваем половинку орешка туда. Так вот, туда, в дырочку. Там, где была косточка, вместо косточки. Как это? Ну, что как это? Не делал никогда. Нет. Вот так, что ли? Такой десерт, очень, достаточно известный. А если она с другой стороны, как Дора? Неважно. Пусть торчит. Так, засунули. Засунули. Что дальше? Теперь дальше. Просто выкладываешь сюда. Хорошо. Расскажи мне, пожалуйста, ты много ездишь. Да. Россия, зарубежье, дальнее зарубежье. Расскажи, какие пристрастия у тебя в кухне. Что ты любишь? Какую ты кухню любишь? Каких стран? Я люблю разную кухню, но так совпало, что я люблю полезное. Я очень люблю овощи и фрукты. В каждой стране, где я бываю, я стараюсь есть какие-то национальные блюда. Ну, например, где ты была в последний раз, и что ты ела, и что тебя впечатлило? Последний раз... Что потрясло твои вкусовые рецепторы? Мои вкусовые рецепторы? Ну, тараканчиков я не ела. Во Франции, когда я была первый раз, я попробовала лягушачьи лапки. Так. Потому что... Так, это важно. Я помню, что мама, когда она там была и приезжала оттуда, это во времена Советского Союза, были первые такие выезды за рубеж. Она, конечно, рассказывала очень так интересно, но как-то, ну, это странно, это совершенно не то, что не характерно для нашей кухни. Ты мне рассказывала про лягушачьи лапки. Про лягушачьи лапки, про какие-то экзотические блюда, которыми ее угощали. Я хотел, чтобы ехать, пробовать лягушачьи лапки, не обязательно уезжать во Францию. Ну, сейчас да. Так, закончили. Закончили, да? Надо сметану. Ее надо, Ванечка, опять взбить с сахаром. Вправе. Я еще. Знаешь что, можно будет взбивать вот в этой, в миске. Целиком все, но, наверное, все много. Не знаю, можно не все. Ну, надо, чтобы закрыть чернослив. Так, сахара сколько? Сахар. Сколько? Ну, тоже две ложки, не кричи на меня. Две ложки сахара, подожди. Так. Так, все больше ничего не добавляем, да? Отлично, да, нет ничего. Расскажи мне, ну, а когда впервые в твоей жизни, раз ты так хорошо готовишь, тебя осенило, что хочу готовить, хочу. Сколько можно смотреть, как люди неумелыми руками... Да что ты? Года в три, серьезно. Бабушка замечательно готовила. Ну, совершенно потрясающе. Ну, сейчас я подожду, пока ты взобьешь, потом я расскажу. Я пойду руки, пока помою. Ну, все, она взбила, сметана, она... Все, готово, да? Я думаю, да. Вот сюда спокойно. Подожди, давай отщелкнем эти, чтобы они не мешали. С ними будет невкусно. А. Вот так лучше. Так. Я сметанкой залью пока. Давай. Чернослив. И тоже в холодильник. Да. Вообще, конечно, по-хорошему. Он должен приметаться. Сметанка должна быть пожирнее. Или нет? Ну, нормально. Это диетическая сметанка. Должно быть хоть что-то диетическое. Юлечка, что ты сделала? Я залила сметаной чернослив с орехами. Ну, все, Ваня, хватит. Ваня, все. Иван, вы увлеклись. Знаешь, что... Можно еще сюда ножиком добить. Давай, добьем ножичком. Добьем ножичком. Давай, Ваня. Ого. Все. Как посыпаем? Художественно. Художественно посыпаем? Словно... Шпеньку разожмите. Смотри, смотри, как... О! Сеете. Сеете, конечно. У нас еще орешки останутся для взбитых белков. А, еще нужны, да? Ну, тоже будет красиво. Ну, кстати, почему нет? Орешки там в яблоках не помешают. Так, все. Все. Успокаивай. Ставим, подожди, ставим в холодильник. Правильно я понимаю? Да. Так, дорогая моя Ирочка, у нас... Дай расскажу, что у нас происходит. У нас уже пирог пробегается. Практически готов. Практически запекается. А, так все, мы больше... Мы его переворачиваем и все, едим. Нет, нет, мы его потом запихиваем в духовку. Мы его сверху дальше беремками. Значит, у нас десерт из черносливов готов. Ира, почему бы тебе не побыть здесь одной, не подумать над тем, чтобы еще нам приготовить? У нас короткая рекламная пауза на Первом канале, после которой мы вернемся, и вы узнаете, что крюшон в переводе с албанского означает «дайте мне, пожалуйста, блесну для ловли сама». Странно. Ольга Юрьевна всего 250 рублей с собой взяла, а уже четвертый час в караоке поет, выйти не может. Александр Николаевич Островский. Бешеные деньги. Дорогие друзья, СМАК на Первом канале. Мы продолжаем готовить сегодня с Ириной Лачиной. И настал тот час, вот, наконец, настал тот час, когда я здесь и вижу вас. Ох, как запотело-то у нас все. Фея пирога улетела. Надо вытаскивать его. Надо его вытаскивать? Подожди. Да, аккуратно. Где моя лопата? Подожди. А ты за ушки не хочешь взять аккуратненько? Поставить и донести туда, или ты так? Ты знаешь, это у нас, конечно... Ты не ищешь легких путей. На пирог. Осторожно. Я вам хочу сказать, это, конечно, у нас не пирог, а крамбл какой-то получился. Ну, практически. Сейчас нам крамбл надо перевернуть. Давай рискнем, давай попробуем. Риск. Ты не рискуешь, Ваня? Ваня. Если ты хочешь, я, конечно, это сделаю с тобой. Я хочу, я рискую. Мне не сложно. Так, значит... Смотри. Да, дел... Нет, подожди. Показывай тебе. Ну, Ванечка, аккуратненько. Да, подожди. Нет, дай сюда, дай сюда. Дай коврик. Дай коврик. Мы его вот этой стороной кладем. Да? Вот сюда. Надо закрыть все. Аккуратно. Я знаю, подожди. Главное, чтобы там... И уйдем. А ночью... Подожди. Дай его. Надо досочку подцепить, которая там. Да подожди ты секунду. Подожди, Ира. Подожди. Спокойно, Ира. Теперь смотри, моя дорогая. Ну... Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Барабанает. И учись. Ой, какая красота. Ой. Аккуратненько. Подожди, надо теперь стрести это. Так аккуратно. Подожди, подожди. Не трогай ничего. Подожди, подожди, ничего не трогай. Ничего не трогай. Там надо как-то откинуть. А-а-а. Тихо-тихо-тихо, скорее, он уже развалился. Так, стой. Нет, белки. Белки, быстро. Быстро белки взбитые. Так. Аккуратно. Держи ложку. Держи. На ней у нас немножко. Подожди. Так, теперь аккуратненько вот... Надо все вот так вот уложить. Красивенько. И в духовку... На три часа? Буквально на секунду. У нас получилось прекрасно. Это же все было... Я боялась, что из этой формы развалится. Видишь, он еще не развалится. За этой формой никто не разваливается. Ее надел один раз, и все. Все, все, все. Нет, дай сюда. Ну, дай сюда. Ну, хватит. Ну, хватит. Мы сейчас вот так... Хватит устраивать. Аккуратненько. Дожди. Дай сюда, там осталось еще чуть-чуть. Дир, ну, хватит ты. Ванечка. Ты не в театре. Хватит. Дай сюда. Ты не с тигром. Хватит. Подожди, теперь смотри. Смотри, что я предлагаю тебе. Ты хочешь ровно, а я хотела ежика. Знаешь как? Вот так. Да ты... Давай поделим по полам. Ты один загладишь лопаточкой, а я сделаю ежика. Я понял, делаю ежика, я понял. Ты понял? Вот так вот. Класс. Обалдеть. Ну, они просто перестояли у нас. Да. Ну, ничего, ежик получается. Они должны подрумять. Вот такой вялый ежик, ну, получается. Давай, ладно, все, туда. Открывай. Открывай, открывай немедленно. Подожди, сейчас. Скорее, а то сейчас... А то ежик сейчас, ты думаешь, он будет грустный. У нас. И еще на сколько? Из задорного ежика он превратится в грустного. Еще? Ну, у нас здесь 200 градусов, чуть-чуть, должно подрумяниться немножечко. Ну, где-то минут пять, да? Я предлагаю сделать вот что. Смотри, раз, два. Сделай так, руки. Вот мы хлопнули в ладоши, все у нас готово. Я бы хотел тебя спросить, Юночка, ты начала рассказать историю, когда тебе было три года, как ты начала готовить? Какое было первое блюдо? Какое первое у тебя было? Первое, ты знаешь, я самое первое блюдо, не помню. А, я пыталась хлеб испечь. Я замесила муку, бабушка мне рассказала, как это делается. Я положила туда дрожжи. Вундеркинд практически. Я его, правда, пекла на сковородке, ну, внутри, в духовке. У меня не было формы специально. Бабушка меня очень хорошо готовила. Я думаю, что любовь к этому у меня от нее. Благодаря ей я все умею. Поаплодируем бабушке Иречке Вачке. Да, бабушка моя любимая, большое ей за это спасибо. И всем бабушкам, которые угощают своих внучек вкусными... Что, Ванечка? И сделаем водица потекла из нашего пирога. Это не водица, это яблочный сок. Яблочный сок. Пирог сочный. Ну, очень. Ну, будем это попробовать? Или так пускай остывает? Не важно. Как? Я думаю, что... Я думаю, попробовать. Попробуем вот что. Ну, и тут надо ли рассказывать, как мы это готовили? Взяли орех, взяли чернослив и засунули в него орех. И сверху залили сметаной с сахаром. И посыпали тертыми орехами. Отведаем его по рецепту. Немножко орешками там присыпать. Нормально. Нормально мне. Яблочный пирог. Давай расскажем про рецепт. Мы берем яблоки, нарезаем их. Можно... Дольками, можно дольками, можно кусочками. Главное их избавить от косточек. Мы берем 400 граммов геркулеса. Да. Смешиваем геркулес с сахаром и с корицей. С сахаром. 200 грамм сахара. И с корицей. И корицей. И заливаем все это... Сливочным маслом. Сливочным маслом, растопленным. Растопленным. Где-то получается грамм 250, максимум 300. Так. Мы в форму, выложив яблоки, замазываем вот так прямо этим тесто. После того, как мы это сделали, мы ставим это все в духовку. Ну, до того момента, пока корочка сверху не будет жесткой. Да. После этого мы переворачиваем это на противень. Сверху взбитыми питью белками с сахаром. С сахаром. Мы все это покрываем. И отставляем еще в духовку на какое-то время, пока это все не готовится. Потом мы это все даем этому всему остыть. И после этого пробуем. Да. Итак, друзья, пирог от Ирочки Лачиной. Давайте-ка мы его с вами... Да, попробуем. ...отведаем. А, кстати, с сахаром мы яблоки не засыпали. Нет, они сладкие. Но если яблоки кислые, можно засыпать с сахаром или корицей. Кому как нравится. Хорош пирог. Получилось, да? Сочный. Яблоки сладкие. На самом деле, его горячим никто не ест. Почему? Ну, как? Потому что именно поэтому. Нет, вкусно. Потому что обжигает. Сейчас и подуем. Так, Ир, сейчас еще попробую. Ммм! Но! Что? Корж изумительный. Корж классный, как овсяное печенье. Дорогая Ира! Специально для тебя. Фартук с маком. Чтобы ты всегда себя чувствовала в смаке. Для тебя. Это Фартук Ирина Лачина. В смаке аплодисменты. Ирочка, сейчас тебе вернусь. Мы продолжим есть пирог. Смотрите нас ровно через неделю. И вы узнаете, что первоначально знаменитая сказка Ганса-Христиана Андерсона «Стойкий оловянный солдатик» назывался «У меня уводительная до восьми. Отпустите меня!» АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...